здравствуйте друзья мои на библейский портал экзегет поступил вопрос где обитает душа людей годами лежащих в коме чем можно им помочь это вопрос практически и очень важно особенно для тех кто ухаживает за своим близкими и я преклоняюсь перед этими людьми перед их трудом и хочу сразу сказать да благословит господь ваши ручки трудовые то что вы делаете это большое большое служение величайшее служение господь благословляет не только вас но и на ваших детей деток ваших близких потому что вы как говорила одна наша старушка копеечку в царстве небесное зарабатывать и для своих внуков ухаживая за немощными людьми которые в коме находятся и просто даже за больными но ведь даже наука сейчас подходит к тому и я совсем недавно числа такое исследование на абсолютно светском портале что человек лежащий в коме все-таки понимает слышит и помнит что происходит вокруг него но то что на открылась совсем недавно всегда знали наши старые батюшки стали 100 старые священники которые приходили к больным совершали соборов не например причащали тех людей которые которые лежат на смертном одре и были такие случаи любой священник абсолютно вам расскажет несколько примеров из истории своего служения когда позвали его причастить человека лежащего в коме это было безнадежное дело и вдруг он приходит и человек приходит в сознание прямо перед приходом священника такое бывает но пока человек не умер душа конечно же обитает в теле но всех подробностей бытия души мы конечно же не знаем и должны это ясно и четко себе представлять и признаваться в этом потому что у нас у православных людей есть такая манера мы вам распишем все этажи где в какой день куда кто пошел и прочее прочее мы имеем дело с тайной и перед тайной нужно смиряться для нас достаточно знать знать того что пока человек жив его душа вместе с телом и вот сейчас вы пришли к вашей бабушке которая лежит в коме она здесь она не может ответить это совсем на как музыкант который не может о своем существовании напомнить потому что струны скрипки порвались вот он еще на чем-то играл а потом а потом перестал и те кто досматривать своих престарелых родителей знает что они постепенно превращаются в деток постепенно на постепенно увядают и как будто бы человек теряет связь с с тем с тем инструментом через которую проявлял свое бытие вот душа она к это как будто бы пианист который играет на инструменте вот постепенно полетела одна октава потом потом другая осталось может быть средний какой-то диапазон и он уже не может сыграть все произведение вы слышите только отдельные отдельные аккорды даже куски аккордов по которым вы можете восстановить весь аккорд или весь всю музыкальную фразу и и постепенно кого угасает угасает этот инструмент вот и наши близкие которые которые или крепко заболели или же просто старость их настигла они все все равно остаются у своего инструмента как пианист но инструмент уже уже приходит в негодность но но это не значит что мы должны покинуть человека или вести себе так как будто его здесь нет нет ни в коем случае даже рядом с с умершим телом православный человек не может себя так вести между прочим что уж говорите о человек который находится в коме его душа здесь присутствует все слышит все помнит и миллион историй когда люди приходят в себя после 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 комы потом рассказывают что они что-то слышали что-то что-то помнит может быть не целиком но какими-то обрывками даже запахи какие-то они по потом вспоминают поэтому в присутствии своих умерших видите прилично и если хотите помочь им не не просто подержите за руку не просто омойте человека может быть почитаете что-то я бы советовал вот как лючина который любит очень петь я бы советовал петь если если у вас есть голос вы придете принесете утешение если у вас нету ни голоса ни слуха вы наверное доведете своего близкого до такого состояния что наверное из ком встанет особенно если это музыкант а вы будете фальшивить то скорее всего он подымется и воскресень благодаря вашему фальшивому пению но тем не менее пение лечит она и вас лечит и человека который который у вас на руках поэтому поэтому забота благословение и любовь это вот те то на чем стоит наша на наша христианская вера внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео